Добрый день, друзья! Сегодня мы на картодроме в Туле. Это открытый картодром, правда, очень небольшой. И я хочу рассказать о некоторых итогах нашей работы за последние несколько месяцев. Ну, логично начать с картинга, да, что сегодня вот были, я думал, уже финальные испытания нашего кита, но, да, немножечко есть еще над чем поработать. Не буду уже вдаваться в подробности. Итак, кратенько. Значит, средняя скорость вот на этом очень маленьком картодроме, где абсолютно нет прямых одних поворотов, это 40 км в час, 11 метров в секунду показал прибор. Как говорят спецы, это очень хороший результат, то есть это прям вот для клубников, для проката это даже слишком много, не обязательно такие скорости. Ну что, сейчас немного еще доработаем, и в ближайшее время поедем на большую трассу в Подольске. Там уже посмотрим, какие у нас будут скорости. То есть там уже определенно мы должны показать рекорд. Последний раз мы там показали на прокатном картинге 82 км в час. Ну, я вот так чувствую по ощущениям, что к сотне мы уже подобрались. Значит, из последних новостей, это, конечно же, наши партнеры, инвесторы, которые приезжали из Вьетнама. То есть большая группа приехала вьетнамских партнеров, они посетили Зеленоград, посетили Совэлмаш, посмотрели, что производство уже готово, практически готово выпускать продукцию. Это где-то, я думаю, июль месяц, да, конец июля, мы уже увидим, что предприятие вышло на рабочий какой-то режим. Самое интересное для меня это то, что компания Ресурс показала почти всю свою технику. Наши партнеры покатались на квадроцикле, на лодке, на собаках. В общем, они получили массу удовольствия. Мы целый день провели на природе, и они были просто в восторге. И потом все разговоры до отъезда были про то, как им понравилось именно тестировать технику. Очень много ребят сказали, что, по крайней мере, лодки и мотоциклы точно востребованы во Вьетнаме. Будем планировать работать в этом направлении, будем сотрудничать. Ну, раз я заговорил про лодки, то стоит рассказать, что работы ведутся, да, мы не затихли. Работы по лодкам продолжаются в Индонезии, да, там делают солнечную лодку. Прочти уже все закупили. Ну, так как у людей есть основная работа, на которой они зарабатывают деньги, они не могут полностью ложиться в то, чтобы вот заниматься только солнечной лодкой. Уже есть модель, мне уже прислали чертежи. В ближайшее время будет изготовлена легкая новая лодка, она будет беспилотной. В прошлом году, в ноябре, я был в Македонии. Прекраснейшие результаты. Водоизмещающая лодка едет на 32 Ач 40 минут. Ну, это вообще просто колоссально хороший результат. Прям вот восхитительный результат. Было предложение от самих македонцев создать лодку солнечную для проката туристов. Показывать, что вот уже первые электрические моторы появились. Мы, ребята, за экологию. И работа в этом направлении, конечно же, ведется, но не так быстро, как хотелось бы. Я надеюсь, что осенью, может быть, летом что-то уже сдвинется. И мы сможем вам рассказать и показать, в каком состоянии находится этот проект. Что еще? Совсем недавно, да, наверное, месяц назад, ресурс занялся тем, что стал показывать автомобили. Автомобили, переделанные на славянку. То есть это автомобили электрические с нашими моторами. Была показана АК. Очень интересный проект. Почему? Потому что человек это создал сам, своими руками. У нас он только консультировался. Причем он все закупал за свои деньги. Это говорит о том, что у людей, у многих вот таких вот умельцев, есть интерес. И каждый создает в силу своих способностей и возможностей. Вот, например, Игорь Корхов, он, конечно, взял серьезный такой проект «Лада и Лада». Он перемотал мотор на славянку. Двигатель получился экономичный. «Лада и Лада» показывает себя замечательно. И в ближайшее время я планирую ее забрать. Возможно, даже я проеду на ней от Воронежа до Обнинска. Правда, на это потребуется несколько дней, потому что у нее не предусмотрена быстрая зарядка. А медленная зарядка – это 8-10 часов. Для чего я хочу ее пригнать? Для того, чтобы сделать серьезные тесты, то есть проверить все от начала до конца. Сколько она действительно проезжает в смешанном режиме или в скоростном режиме. Ну и что, друзья? И совсем скоро, совсем скоро выйдет сайт «Ресурс». Мы над этим работаем. Там мы расскажем о нашей технике, о наших проектах. Все можно будет посмотреть. Расскажем об условиях, на которых с нами можно сотрудничать. И, возможно, даже там разместим какую-то страничку, где можно будет приобрести технику, которую мы уже испытали. То есть нашу тестовую технику, она все больше и больше накапливается. Я так думаю, что ее уже можно распродавать. Та, которая зарекомендовала себя хорошо техникой, ее можно распродавать. То есть на сайте «Ресурс» мы тоже это все разместим. Ну что ж, спасибо всем за внимание. Было очень приятно сегодня рассказать о том, что мы уже сделали, о наших планах. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok